Человек, которого называли дважды герой за подвиг, совершенный в Великую Отечественную и за вклад в медицину. В рамках цикла «Великие врачи. Великие победы» на базе Военно-медицинского музея открылась выставка, посвященная Ефиму Дыскину. О жизненном пути солдата-артиллериста, ставшего генерал-майором медслужбы. В материале Юрия Щербакова. Выставка, посвященная Ефиму Дыскину, встречает посетителей буквально со входа. Экспозиция разместилась в фойе Военно-медицинского музея. Поэтому обойти страну, историю жизни Героя Советского Союза и доктор медицинских наук не получится. Связать свою жизнь с медициной Ефим Дыскин решил в 42-м. Будучи тяжело раненым, он проходил лечение в одном из госпиталей Свердловска, куда попал после ожесточенного сражения под Москвой. Из зенитного орудия 18-летний артиллерист уничтожил рекордное для одного боя во время Великой Отечественной количество вражеских танков. Семь боевых машин. Красноармейца сочли погибшим и звание Герой Советского Союза присвоили посмертно. Находясь в лечебнице, Дыскин сначала окончил военно-фельдшерское училище, а после поступил в военно-медицинскую академию, которой отдал несколько десятилетий. Более 20 лет он возглавлял кафедру нормальной анатомии военно-медицинской академии. И, конечно же, практически нету сейчас в стране и в нашем городе военных врачей, которые не были учениками Ефима Анатольевича или учениками учеников. Выставку создали совместно с потомками Дыскина. Дети пошли по стопам отца и тоже связали свою жизнь с военно-медицинской академией. Мы помним его с сестрой, сидящим часто за столом письменным, читающим лекции, готовим к пишущим книги. По жизни он был добрым и мягким, и в то же время строгим. Несмотря на успехи в профессиональной деятельности, Ефим Дыскин много времени уделял семье. С женой он прожил 69 лет. Узнать больше подробностей о жизни и судьбе генерал-майора медслужбы можно в военно-медицинском музее. Выставка продлится до мая.